Продлись, продлись очарования. Выставка с таким названием открылась сегодня в детско-юношеском центре Русинка города Волжского. В экспозицию вошли более тысячи работ мастеров прикладного творчества со всего региона. Репортаж Екатерины Караваевой. Украшения с бисера и камней, вязаные салфетки и вышивка, предметы быта и элементы древнерусской одежды. Все это объединила областная выставка народных ремесел и промыслов. В каждый экспонат вложена частичка души мастеров, ведь все вещи выполнены вручную, а технологии передавались из поколения в поколение. Однако главный стенд экспозиции поражает как раз своей смелостью и футуристичностью. В связи с годом космонавтики большая часть работ была посвящена как раз теме ночного неба, звезд и полетов по неизведанным просторам. Как, например, эти забавные инопланетяне, выполненные Волгоградкой Татьяной Ларичевой и ее учениками. Летом мы вырастили с ребятами декоративные различные кубышечки, тыквочки, которые используем в работе. И когда мы принесли, ребята принесли эти тыквы в школу, то сразу же у них возник образ именно инопланетного гостя. Сделав лицо, мы их использовали здесь и бисер, то есть украсили. Всего в экспозиции представлено более тысячи предметов декоративно-прикладного творчества, выполненных мастерами из Волжского, Волгограда, Ленинского, Киквидзинского, Светлоярского и Лавлинского, Кумолжинского районов. Не только себя показать, но и на других посмотреть. Это, по словам организаторов, одна из главных целей выставки. Люди приезжают с региона, они же ведь не видят того, что можно в городе у нас сейчас вот собрать и показать. Поэтому при окончании выставки мы проводим еще мастер-классы. И каждое направление будет где-то просматриваться в мастер-классе. И там с удовольствием жители нашей области учатся. Выставка «Продлись, продлись очарования» – это часть региональной целевой программы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Подобные мероприятия объединяют мастеров и их юных учеников, которыми движет любовь к искусству. Все педагоги и мастера, которые принимают участие вот в этой выставке – это, как правило, педагоги дополнительного образования. Это люди, работающие в центрах детского творчества, в домах творчества. Они работают с нашими детьми. И самую главную цель, которую мы преследовали, – это чтобы сохранить вот эту самобытность русской деревни, самобытность, наверное, или творчество нашего народа, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Нынешняя экспозиция проходит в Волжском уже в четвертый раз. Однако впервые она открылась в одном из залов новой галереи творческого мастерства. Эти помещения были переданы муниципалитетам, центру «Русинка» в нынешнем году и активно задействованы в выставочной деятельности. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».